Представьте какой-нибудь 2002-2005 год. Что такое интернет в 2002-2005 году? Это интернет только на десктопных устройствах, то есть на компьютерах. Еще нет, ну как бы нет, технически уже есть карманные КПК, карманные портативные компьютеры. Это такие маленькие устройства, похожие на сегодняшние смартфоны, но работающие на какой-то усеченной версии Windows. Там какой-то еще не очень хороший интерфейс, и там почти нет интернета. Там Wi-Fi в лучшем случае. Начало 2000-х, самое начало. Еще очень мало людей пользуется интернетом, потому что он довольно медленный. Там Dialab или ASDN такой был, то есть коммутируемая линия, то есть ты по телефону дозваниваешься до интернета, и модем твой в компьютере передает туда-сюда данные. Так как сидеть в интернете было довольно напряжно тогда, нужно было включить компьютер, сесть за него, подключиться к интернету. Люди туда ходили, ну в основном, либо по делу, либо за каким-то хобби, но они шли туда целенаправленно. Например, я хочу скачать игру, или я хочу поиграть в онлайновую игру, там типа территория тогда была, я играл. То есть я иду зачем-то, с какой-то конкретной целью. Не было такого, что я сижу, например, утром за завтраком, и мне нечем заняться, и я такой, а посижу-ка я в интернете. Нет, у тебя компьютер был в другой комнате, банально. И ты поэтому в компьютер шел специально. Потом постепенно, там с 2002 по 2007 год, постепенно идет интернетизация страны, провайдеры интернета повышают качество связи, проводят новые провода в дома, обеспечивают все больше и больше количества абонентов недорогой интернетной связью, высокоскоростная она становится. Сначала мегабит, потом 10 мегабит, потом 100 мегабит. В общем, развивается инфраструктура. Люди уже могут, все так же садясь за свой компьютер, не только сделать какое-нибудь дело, а уже могут, например, посидеть, посмотреть потоковое видео. Это год где-нибудь 2007. Теперь в интернете можно не только целенаправленно скачать курсовую или тему для сочинения, или там почитать что-то в Википедии, а уже можно просто посидеть, позалипать на какой-нибудь социальной сети. Как раз в то время появляются соцсети. 2005, 2006, 2007 год. Там Facebook появляется, ВКонтакте появляется. Году, кажется, в 2006-2007. Уже у тебя появляется интернет не только как способ решить твою конкретную задачу и сделать там что-то целенаправленно, но также появляется возможность там просто потупить, посидеть. Параллельно с этим интернет проникает в работу. Уже с начала нулевых люди пользуются массовой электронной почтой. К 2005-2007 году люди уже пользуются какими-то мессенджерами. На тот момент, скорее всего, это был Skype. Ну и какие-то, может быть, еще там Аська еще доживала свои годы. Так как люди массово пользуются электронной почтой, людям начинает приходить массовый спам. Ну, типа, где люди, там и реклама. Люди людей начинают бомбить рекламой. И ситуация в интернете где-то на 2005-2007 год, она примерно такая. Очень много компаний приходят к растущему количеству людей в интернете, пытаются там им свои услуги продать, и они для этого размещают рекламу. Рекламы в интернете становится довольно много. Люди приходят в интернет по какому-то делу, их эта реклама отвлекает. И как бы понятно, что они все еще могут найти что-то в Яндексе, они могут найти что-то в Гугле, они на рекламу реагируют там. Но во всех остальных случаях, там во всяких Ютубах, в Контактах и прочих социальных сетях, которые тогда появляются, реклама им не очень нравится, ну, потому что она их отвлекает от основного занятия. И реклама становится, ну, таким как бы ругательным. Особенно в почте. Вот этот вот спам почтовый, это прямо вот из тех времен. Потому что ты открываешь свой почтовый ящик, чтобы что-то там сделать, а тебе забивается твоя вот эта вот почтовая программа, забивается спамными сообщениями. Именно тогда начинают совершенствовать спам-фильтры, появляются вопросы, как обойти спам-фильтры, как делать массовые рекламные рассылки в имейле, чтобы тебя доставляли до почтовых ящиков людей. Это вот прямо вопрос тех лет. И вот на этом общем фоне некоторой усталости и раздраженности интернет-рекламой появляется следующая идея. А давайте писать людям не рекламу, а полезный контент. И на волне написания полезного контента пусть люди читают наш вот этот вот контент, и мы там в конце встроим, там внутрь или в конце встроим свою рекламу. И люди, которые уже прочитали этот контент, они уже мотивированы, им уже с нами интересно. Вот они с нами, значит, будут хорошо общаться, мы будем с ними, им лучше продавать. Хорошая идея. На моем опыте первый проект, который реально был хорошо реализован тогда в Рунете, это была рассылка Мегаплана. Наверняка это была не единственная рассылка такого толка на тот момент, но вот я в ней участвовал, я был ее главным редактором. И мы, это было где-то с 2010 по 2013 год в этом диапазоне, я писал каждую неделю, потом еще Люда Сарачева подключилась, мы вот писали каждую неделю статьи. Эти статьи рассылались подписчикам Мегаплана, люди были страшно счастливы, что им в почту приходит не какая-то реклама, не какой-то спам от Мегаплана, а приходят какие-то полезные материалы. И я тогда на этом сделал, ну, в общем-то, начало моей карьеры во многом связано вот с этим, что я придумал, тогда мне казалось, что я придумал, конечно же, не я это придумал, полезный контент в почте. И вот как-то так сложилось. Я много выступал на конференциях, другие ребята сделали те же самые вещи, у них тоже это выстрелило. Как-то вот сложилась конъюнктура рынка, что появилось вот такое представление, что если ты сейчас хочешь работать в интернете с продажами, ну, с людьми, продавать им, и у тебя либо не работает реклама обычная, либо ты ее возможности исчерпал, либо ты делаешь обычную рекламу, но еще параллельно с этим хочешь, чтобы у тебя была какая-то еще реклама параллельно с этим. У тебя есть способ с этим работать. Ты можешь делать полезный контент. Что стало там к 20-м годам, например. Теперь у всех есть смартфоны. Интернет теперь у каждого как бы в кармане. Тебе больше не нужно садиться за интернет. Ты в интернете все время сидишь. Кроме случаев, когда ты отвлекся от телефона на какие-то другие задачи. Например, поесть или поработать. Но даже когда ты работаешь, ты в основном сидишь в интернете. Теперь ты можешь залипать в интернете безграничное количество времени и в любой момент. За завтраком, в туалете. Даже пока ты идешь, и твои глаза заняты, или ты за рулем. Ты можешь включить подкасты, ты можешь включить видео на YouTube, слушать его фоном. Ты можешь залипать бесконечно, вот сколько тебе душа вообще позволит. И где-то на моей памяти в моих проектах в районе 15-18 года произошел перелом, когда доля мобильного трафика превысила долю десктопного трафика. Десктопный трафик никуда не делся. Люди все еще сидят за большими компьютерами. Но эта доля, она не то чтобы уменьшается. Она за счет того, что увеличивается количество людей с мобилками, со смартфонами, доля десктопного трафика медленно у тебя тает. То есть теперь люди в основном в интернете сидят со смартфона. Для многих людей даже уже не очевидно, что они сидят в интернете. Они открывают там кнопку у них ВК, например, или Одноклассники. И люди не знают, что они в интернете. Они знают, что они там в ВК, например. И все. Для них это вот все, что они знают. Получается, что модель потребления сменилась на то, что вот мы шли целенаправленно в интернет, на то, что теперь мы выходим целенаправленно из интернета, а все остальное время мы там находимся. Можно представить так. Современный интернет, так как это в основном соцсети, это не то место, куда люди приходят, чтобы решать проблемы. То место, куда люди приходят, чтобы от проблем уйти. И да, все еще есть тот интернет, куда люди приходят за решением проблем. И это поисковики, Яндекс, Гугл, там что, Рамблер, может быть. Второе, это голосовые ассистенты, окей, Гугл, Маруся, Алиса, вот эти вот все пацаны. И Ютуб, потому что Ютуб это огромный, огромный сборник инструкций, как сделать что-то, там вот прям наглядные визуальные инструкции. От ремонта компьютеров до пересаживания цветов в горшках. Вот все есть уже в Ютубе. То есть эта часть интернета тоже есть. Но туда люди приходят меньшую часть времени, потому что они пытаются решить свои проблемы меньшую часть времени. А большую часть времени в интернете люди проводят, чтобы от проблем уходить. И вот теперь мы возвращаемся к истории с нашим условным клиентом, не клиентом, а заказчиком текстов, тем визовым центром, который пишет статьи в духе, какие документы нужны на греческую визу, например, на Шенген. И публикует это в соцсетях, думая, что раз люди в соцсетях, люди любят полезный контент, мы сейчас им дадим полезный контент, и все у нас вырастет. А оно не работает, потому что люди в соцсети, куда они контент опубликовали, пришли не за полезным контентом. Они пришли как бы от полезного контента уйти. И сейчас сделаю небольшую оговорку. Смотрите, вам может сейчас показаться, что в соцсетях должен быть бесполезный контент. Ну, как будто бы люди приходят туда отвлечься, отдохнуть, и значит, что нужно туда постить чисто мемы, ржаку, там, веселуху, и типа люди поэтому деградируют, люди поэтому тупеют. Вот это вот вся риторика. Нет, смотрите, мы говорим о разнице между двумя типами контента. Мы говорим о другом разделении. Есть контент, который помогает решить насущную задачу, я его называю прагматическим. И есть, условно говоря, развлекательный контент. Опять же, условно, его можно сказать, назвать не развлекательный, а отвлекательный контент. Я постоянно это говорю, когда рассказываю о новостях. Новости, как правило, не развлекательный контент, но они тебя отвлекают. И если в самом общем смысле, он помогает провести время. Может быть, еще помимо этого, испытать эмоции. Может быть, расширить кругозор. Может быть, получить мотивацию. Ну и, конечно же, в прямом смысле, развлечься, поржать, ужаснуться и так далее. Скажем, в Ютубе есть такой товарищ, Райан Холидей. Он написал когда-то давно книгу про PR, Trust Me, I'm Lying, поверь мне, я лгу. А сейчас он занимается в основном изучением стоицизма. И он переупаковывает римских, значит, императоров и мудрецов, стоицизм, да, переупаковывает это в какие-то современные тезисы. Что бы Марк Аврели делал, если бы он выгорал? Ну, что-то вот такое. Этот контент не особо тебя развлекает. Там нет ни шуток, ни анекдотов, ну, как бы античная философия, камон. Но это в каком-то смысле мотивирующие видеоролики. Они показывают жизнь этого Райана Холидея, показывают, как он там живет на ферме, какая у него там семья, как он по утрам гуляет по округе. Вот такие мотивирующие видеоролики на самом деле. Они тебя не слишком развлекают, но они никакую проблему твою насущную тоже не решают. У тебя нет в жизни ситуации, где ты такой, хм, а что бы в этом случае подумал Марк Аврелий? Надо изучить вопрос. Ты такое никогда в жизни не задаешь. Но ты заходишь в Ютуб, и тебе Ютуб, алгоритмы Ютуба начинают подсовывать, например, о, кажется, тебе нужна мотивация. Давай мы тебе покажем Райана Холидея и его советы из Марка Аврелия. И этот контент, он не решает никакие твои насущные, сформулированные тобой задачи. То есть у тебя может быть течет кран, тебе может быть нужно переоформлять там права в ГИБДД и подавать документы на визу. А тебе вместо этого Ютуба говорит, кажется, тебе было бы неплохо, было бы интересно послушать про Марка Аврелия. И ты такой, о, и правда интересно. Это и есть отвлекающий контент. И если как бы сделать такое резюме или под итог, в соцсетях нужен отвлекающий контент, потому что люди приходят за ним. А если ты делаешь прагматический контент, который помогает решить насущную, сформулированную человеком задачу, тогда тебе нужно делать контент на сайт или в те места, куда человек сможет прийти по запросу.